Всем большой привет! Это Техноарена, канал посвященный смартфонам и сопутствующим им устройствам. Здесь вы всегда найдете интересные видео с топовыми подборками, обзорами и сравнениями, которые помогут вам выбрать для себя наиболее подходящий качественный гаджет. Сегодня я расскажу вам о лучших планшетах от известной китайской компании Lenovo, входящей в число крупнейших мировых производителей всевозможной электроники. Я представлю вам 7 отличных моделей, характеристики которых позволяют назвать их лучшими планшетами бренда. Ссылки на все устройства, вошедшие в этот топ, я оставлю для вас в описании под роликом. Так что, если какая-либо из упомянутых моделей вас заинтересует, искать ее самостоятельно по интернет-магазинам вам не придется. По указанным ссылкам вы сможете узнать актуальную стоимость каждого из планшетов и, конечно, приобрести его, если цена и характеристики гаджета вас устроят. Итак, переходим к рейтингу лучших на настоящий момент планшетов от бренда Lenovo. Желаю вам приятного просмотра, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Открывает рейтинг планшет Lenovo Tab M8 модификации TB8505F с поддержкой WLAN. Гаджет оснащен 8-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем с матрицей IPS с разрешением 1280 на 800 пикселей и поддержкой мультитач. Сенсор способен распознать до 10 одновременных касаний. Дисплей яркий и контрастный, с хорошей цветопередачей и широким углом обзора. На верхней рамке экрана размещается 2-мегапиксельная фронтальная камера, которая снимает видео в разрешении HD и выдает снимки более чем приличного качества. Установленный в планшете 12-нанометровый четырехъядерный процессор Mediatek Helio A22 с частотой 2 ГГц обеспечивает устройству отличное быстродействие и стабильную работу в режиме многозадачности. По объему памяти планшет выпускается в двух версиях – 2 плюс 16 ГБ и 3 плюс 32 ГБ. Оперативная память представлена стандартом LPDDR3, а встроенная – и MMC5.1. Внутреннее хранилище гаджета можно расширить путем установки микрокарты памяти в специально предусмотренный слот, размещающийся на левой боковой стороне планшета. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти зависит от файловой системы. Для распространенной FAT32 этот показатель составляет 128 ГБ, а для усовершенствованной EXFAT – 2 ТБ. В наборе элементов функционала у гаджета предусмотрен комбинированный разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников или микрофона. Этот разъем находится на верхнем торце, там же можно увидеть решетку динамика Dolby Audio. На нижнем торце у этого планшета расположен разъем microUSB для подключения зарядки или внешних устройств, а также отверстия микрофона. Физические клавиши, представленные качелькой регулировки громкости и кнопкой питания, располагаются на правом торце и надежно сидят на своих местах. Качество сборки планшета нареканий не вызывает. Гаджет выпускается в сером цветовом решении корпуса двух вариантов – платинового и стального оттенков. Дизайн минималистичный, но привлекательный и стильный. На задней панели в левом верхнем углу размещается кругляшок 5-мегапиксельной основной камеры. Она оснащена автофокусом и умеет снимать видео с качеством Full HD. Планшет оснащен литий-полимерной батареей несъемного типа емкостью 5000 мАч. Ее заряда в среднем хватает на 18 часов работы в интернете. Предустановленным программным обеспечением является популярная операционная система Android 9 Pie. Средством выхода в интернет у этой модели гаджета является только Wi-Fi. Для подключения беспроводных устройств предусмотрен встроенный модуль Bluetooth версии 5.0. На следующей строчке рейтинга разместился планшет Lenovo Tab M8 модификации TB8505X. В отличие от упомянутой ранее модели, этот гаджет имеет поддержку не только WLAN, но и LTE и, соответственно, может подключаться к мобильным сетям. В слоте для карты у этого гаджета помимо лотка для микрокарты памяти предусмотрен разъем для симки. Модель поддерживает карты Nano SIM. В остальном же эта модификация планшета идентична модели без поддержки 4G LTE, которая была описана чуть раньше. Этот планшет также оснащен ярким и красочным 8-дюймовым дисплеем с разрешением HD, мощным аккумулятором на 5000 мАч и т.д. За производительность также отвечает четырехъядерный процессор Helio A22, а разъем microUSB также поддерживает функцию on-the-go. Продолжает рейтинг планшет Lenovo Tab M10 модификации TBX605L с поддержкой LTE. Это надежное устройство подходит как для выполнения рабочих задач, так и для использования с целью развлечения и отдыха. Гаджет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 10,1 дюйма, разрешением Full HD 1920x1200 пикселей и 10-точечным емкостным сенсорным интерфейсом. Хорошую производительность и продуктивность обеспечивает установленный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, который функционирует с частотой 1,8 ГГц. Его дополняет видеоускоритель Adreno 506. Железо поддерживает быстродействие планшета на высоком уровне, что обеспечивает комфортное использование гаджета при выполнении любых задач. Оперативная память гаджета может составлять 2 или 3 ГБ, а объем встроенного хранилища 16 или 32 ГБ. Увеличить внутреннюю память устройства можно при помощи микрокарт памяти емкостью до 256 ГБ. Аккумулятор планшета имеет емкость 4850 мАч. Его заряда в среднем хватает на 8-9 часов непрерывного просмотра видео. Для обеспечения выхода в интернет в устройстве предусмотрены модули сотовой связи 3G и 4G LTE. Гаджет оснащен двумя встроенными фронтальными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Планшет имеет альбомную ориентацию, о чем свидетельствует расположение элементов функционала на торцах. Цветовой ассортимент включает два цвета – черный и белый. Следующую строчку в рейтинге, вплотную подобравшись к тройке лидеров, занимает планшет Lenovo Tab M10 модификации TBX505X. Ссылки на этот гаджет и на все другие модели планшетов, вошедшие в этот топ, вы найдете в описании под видео. Внешне этот планшет не отличается от предыдущего участника топа, он также выпускается в черном и белом цветовых решениях корпуса, также имеет альбомную ориентацию и т.д. Но вот по содержимому и оснащению гаджеты значительно отличаются. Рассматриваемый планшет получил дисплей диагональю 10,1 дюйма с разрешением HD 1280х800 пикселей, матрицей IPS и поддержкой Multi-Touch. За производительность и многозадачность отвечает установленный четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 429 с частотой 2 ГГц. В качестве графического ускорителя в планшете размещен Adreno 504. По возможному объему памяти это устройство не отличается от упомянутой ранее модификации. Расширить внутреннее хранилище можно посредством подключения микрокарты памяти объемом до 256 ГБ. Открывает тройку лучших планшетов от компании Lenovo устройство Lenovo Tab M10 Plus модификации TBX606F с поддержкой WLAN. Это надежное и качественное устройство отличается высокой скоростью работы. Начинкой гаджета является восьмиядерный процессор Mediatek Helio P22T, функционирующий с частотой 2,3 ГГц. Оперативная память представлена скоростным стандартом LPDDR4X и может составлять 2, 3 или 4 ГБ. Внутренняя память может достигать 128 ГБ. Если этого окажется мало, то встроенное хранилище можно расширить. Гаджет поддерживает микрокарты памяти емкостью до 256 ГБ. Устройство оснащено сенсорным мультитач-дисплеем с диагональю 10,3 дюйма и разрешением Full HD. Из коробки гаджет работает на базе предустановленной операционной системы Android 9 Pie. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Планшет оснащен аккумулятором на 5000 мАч. В режиме просмотра видео одного заряда хватает на 8-9 часов. Второе место рейтинга занимает планшет Lenovo Tab M10 Plus модификации TBX606X. В отличие от предыдущей модели, этот гаджет поддерживает LTE, в остальном же он идентичен планшету с третьего места. Гаджет оснащен ярким и красочным сенсорным дисплеем 10,3 дюйма с матрицей IPS и разрешением 1920х1200 пикселей. Помимо подключения к мобильным сетям вплоть до 4G, этот планшет использует Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth версии 5.0. Неофициальное звание лучшего планшета от Lenovo получает устройство Lenovo Yoga Smart Tab модификации YT-X705F с поддержкой WLAN. Благодаря сочетанию Full HD дисплея, матрицей IPS и двух стереодинамиков JBL, этот гаджет идеально подходит для развлечений и просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено емкостным сенсорным мультитач дисплеем с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920х1200 пикселей. В качестве пламенного мотора в этом планшете установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439. Устройство поддерживает микрокарты памяти емкостью 256 гигабайт. И конечно стоит отметить батарею емкостью 7000 мАч. Это была последняя модель, вошедшая в топ планшетов производства компании Lenovo. Напоминаю, что ссылки на все гаджеты, упомянутые в этом видео, я разместил для вас в описании под роликом. Всем спасибо за просмотр, если у вас есть вопросы или дополнения, пишите в комментах. Я всегда открыт к общению. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. На техноарене вы всегда найдете обзоры и сравнения, посвященные смартфонам и другим гаджетам. Скоро я опубликую новые видео, так что не пропустите, будет интересно. Благодарю всех за внимание, жду вас снова на нашем канале. Всем добра и удачи, пока!